Здравствуйте, дорогие друзья, наши зрители. Канал Агробук делает спецпроект по сои и сегодня с нами на связи Дарья Владимировна Короткова, заместитель генерального директора по развитию хозяйства Артель из Курской области. Дарья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Артель очень серьезно занимается этой культурой, в том числе семеноводством сои. И сегодня мы хотим поговорить о том, как выращивать сою, чтобы получать не только высокий урожай, но и высокое качество, высокое содержание белка. Так, я сразу поделюсь тогда экраном, где буквально в нескольких картинках мы сможем эту историю посмотреть. Артель находится в Курской области, границе с Белгородской областью. У нас 27 тысяч гектар земли, большую часть из которых занимает кукуруза. И много лет Артель занимается семеноводством различных культур. Сейчас в Артеле работают два семенных завода, один из которых заточен исключительно под сою. И этот завод строился последним из того, что у нас есть. Соответственно, мы уже к тому моменту, когда строили этот завод, понимали всю специфику. И обращали внимание конкретно на особенности сои, вообще бобовых, для того, чтобы закрыть моменты узкие, которые были на обычном зерновом заводе. Есть ряд специфики, на которую необходимо сделать большой упор. На данный момент соя в Артеле занимает 7% площадей. И мы то выращивали ее активно, то останавливались, как и многие в связи с экономикой этой культуры и сейчас. Но при этом опыты, которые мы с ней закладывали, не останавливались даже в те годы, когда в производстве посевов как таковых не было. Средняя урожайность у нас за многолетнюю нашу историю по сою 2,5 тонны. В этом году урожайность по культуре на круг 3 тонны в сочетном весе. И максимальная урожайность была у нас достигнута на сорте Аккардио. В этом году это как раз максимальные поля дали 3,9 тонны с гектара. За последнюю пятилетку, когда мы занимались соей, мы прокрутили через свое производство 18 сортов сои. Мы занимаемся не только по проектам, результатам которых становится реализация нами сортов семян сои, конечным предприятием, но и на заказ с крупными семеноводческими компаниями, с селекционными семеноводческими компаниями, такими как СОКО, как германским семенной альянсом. Работали с ЗАДПА, сейчас с РАД, был у нас опыт с програйном. То есть, в общем-то, через наши руки прошло большое количество очень разноплановых сортов сои, которые не просто выращивались на семена, но которые прокручивались через большое количество опытов. И это нам позволяет сделать определенные выводы, которые применимы к нашей конкретной территории. Ну и, соответственно, мы этой информацией очень активно делимся, потому что сами интересуемся, ну и, собственно, не скрываем эту информацию от наших коллег. Мало того, у нас на предприятии существует много лет уже большая площадка испытательная бай-арена, на которой тоже выращивается соя, и она здесь отсматривается с точки зрения защиты. Поэтому у нас есть возможность доступ к данным, которые касаются конкретно наших климатических условий и всесторонне, как со стороны сортов, так и со стороны технологий. В среднем выпадает у нас за весь календарный год 550 мм осадков. В течение сезона это где-то в районе 250-260 мм. Вот здесь на графике показана динамика распределения этих осадков. То есть мы понимаем, что май, когда мы, собственно, сеем слою, в этот момент как раз часто наступает история, когда либо сухо и тепло, либо холодно и очень влажно. И вот очень часто возникает дилемма, что делать в такой ситуации – сеять, не сеять, ждать тепла и с риском потерять влагу, либо сеять в холодную почву, в новую влажную почву, когда это всё взойдёт. Собственно говоря, отсюда и тянутся многие наши моменты, которые связаны с пассивной, с обработкой семян. И вот сейчас мы можем тоже в дальнейшем об этом поговорить. Мы сравнивали с соседями, мы видим, что затратная часть по выращиванию сои у нас часто выше, чем у соседей. Связано это с большой нагрузкой по амортизации. Мы меняем часто технику, у нас часто идёт стройка, строительство. В общем-то, у нас достаточно активно развивается предприятие, и, соответственно, всё это ложится в том числе на затраты на культуру. Если говорить про технологию, стоит начать историю с норм высева. И здесь у нас накоплена многолетняя история по опытам. Начинали мы эту историю с двух диаметрально противоположных и по срокам созревания, и вообще по архитектуре, скажем так, сортов, с белярки, которые очень много до сих пор сеют, и со старичка Максуса, который уже, наверное, сходит. Нет, это опыт 2017 года. Мы брали за стандарт норму высева 600 тысяч штук. И здесь вы видите на графиках, насколько отличалась урожайность по этим сортам в зависимости от того, как менялась норма высева. Слева мы смотрели эту историю на сплошном севе, и это вечный спор в нашем регионе, как в детском стишке, с какой стороны бить яйцо с тупого или с острова. У каждого своя песня на этот счёт есть. Мы для себя тоже хотели эту историю выяснить, поэтому сравнивали разные междуряды, сплошной лисев, либо 36 сантиметров был посев. И, соответственно, эту историю мы просматривали на разных нормах высева. Как видно по картинке, белявка на сплошном севе со всеми нормами высева, что 400 тысяч, что 750, что 600, была одинаковая урожайность. Максус себя хорошо чувствовал в норме высева 600 тысяч. Видно, что увеличение до 750 тысяч. Уровень урожайности снизился буквально на 2%. То есть считаем, что не снизился. И сеять больше смысла не имело. Если смотреть про историю с междурядем 36 сантиметров, бутует мнение о том, что когда мы сеем с более широким междурядем, соответственно, между растениями внутри редка расстояние становится меньше, и надо снижать норму высева. Но, как видите, по двум сортам мы видим, что и для такого типа сева 600 тысяч являлась хорошей нормой, которая не требовала пересмотра. Для себя мы понимаем, что любой опыт должен закладываться не на одном сорте, потому что сорта даже в самых простых азбучных истинах, они могут повести себя абсолютно по-разному. Поэтому мы стараемся по возможности делать это на нескольких сортах и перепроверять в течение последующих лет. И вот к этому вопросу мы вернулись уже в 2019 году. Здесь уже 5 сортов было. Вот Хана, Асука, Панорама, Мадеус и ДШ-863. Это мелкоделяночный опыт был. Здесь мы уже для себя решили, что мы сеем сплошным способом, но мы пытались оценить, будет ли меняться урожайность в зависимости от того, с какой нормой высева мы сеем. Стандартом в данном случае являлось опять 600 тысяч, и всё, что вы видите, столбики пошли вверх. Это значит, что была прибавка к этой урожайности, к 600 тысячам по каждому сорту. А вниз, соответственно, это было снижение урожайности. Вы видите, что только Асука, то есть из пяти сортов, только один реально хотел, чтобы его сеяли гуще. По всем остальным сортам мы видим, что в большинстве случаев либо разницы не было, либо урожайность снижалась. То есть, видимо, эта норма высева 600 тысяч, она была и по второму году, если нет у человека опыта, как именно конкретно его сорт ведёт в его условиях, то опираться на цифру 600 тысяч – это вполне реальная история, которая статистически нам показывала вот такую картинку. Ну и, естественно, мы не успокоились. Мы всё равно ещё раз, третий год проверили. Уже это был сорт Аккардия. Это сорт, которым мы сейчас в прошлом году, в позапрошлом году плотно занимались. И здесь уже можно посмотреть, влияла ли норма высева как-то на белок. Но, как видно, что белок стоял на месте так же, как и масличность. И урожайность стояла на месте. Если при 400 тысячах штук – это схожие семена, мы говорим о норме высева схожих семян на гектар. Вот 400 тысяч дало небольшое снижение урожайности. Всё остальное – единый уровень урожайности. Соответственно, сеять гуще нет никакой целесообразности. Так что вот эту историю с нормой высева мы для себя уже чётко определили. У нас по каждой культуре, которая нас интересует, мы пытаемся найти лимитирующий фактор, с которым можно было бы поработать различными агротехническими мероприятиями, чтобы попытаться подняться выше по урожайности. Понятное дело, сорта мы внимательно отслеживаем с нормы высева. Понятно, сейчас речь идёт о питании. И о питании вообще очень много копий сломано по слое. Очень много есть логических, теоретических обоснований тех или иных элементов, которые играют ключевую роль в питании соя. Но у нас чернозём – это такой ларец с сокровищами, который мы можем только приоткрыть так крышку, но понять действительно, что происходит в этой почве, даже химический анализ почвы нам не всегда позволяет, что является лимитирующим фактором. И мы неоднократно на многих культурах эту историю пытались проследить, чтобы понять, какой микроэлемент у нас тормозит или какой-то макроэлемент. Но обычно начинаем с макро. Вот макро. Мы смотрим азот. Здесь вы видите, это питание кассом, предпоседное внесение касса. И мы сравнили урожайность в этом году 100 литров касса, 150 литров касса и 241 литр кассы. И, как видите, урожайность слегка подросла на 241 литре касса. Вот по этому году картинка такая была. Но на самом деле, если отмотать на другие годы, например, в 2018 году тоже мы смотрели на количество азота, которое бы позволило нам повысить урожайность, а всё это происходит на фоне двух центнеров диамофозки с осени под вспашку, то мы видим, что, в общем-то, не наблюдается линейной зависимости между количеством азота, которое мы внесли под сою, и урожайностью. Мы видим, что урожайность в большинстве случаев стоит на месте. И вот сейчас на слайде приведён опыт, в котором мы попытались, пойдя логически, что, может быть, азоту надо помочь усвоиться, и тогда добавить туда серу, было применено удобрение сульфата аммония. Там же ещё и фосфор. Сульфат аммония, там, значит, сера. И вы видите, что урожайность не подросла, и белок приблизительно остался на том же самом уровне. По азоту эти два удобрения были в одинаковой норме по ДВН, находились. Мы видим, что сера нам здесь не помогла поднять урожайность. Если мы говорим про комплексное удобрение НПС 2020-40, то тут и фосфор находился. И вы видите, что тоже урожайность, как была 2,3 в 2018 году на скульпторе, так она и осталась. И белок тоже очень похожий был. Если обратиться уже к сульфату аммонии, сульфат аммония вообще на по 2 годам опытов, достаточно распространённое удобрение, которое логически должно было сою помочь за счёт серы подрасти в качестве или в урожайности, мы видим, что всё равно не сдвинула она эту историю, а я бы даже сказала, что несколько и помешала реализовать свой потенциал. С чем конкретно это связано, мы можем поразмышлять, но у меня конкретных доказательств в пользу той или иной теории на руках нет. Это нам остаётся просто как факт, который нужно принять к сведению. Поэтому по питанию, если мы говорим, я просто сейчас показываю, опытов очень много было на эту тему. Мы видим, что всё равно история с сульфатом, с серой под сою в наших условиях, в которых по всем агрохимическим картам, по всем почвенным анализам у нас есть дефицит серы, и об этом поют из-за каждого утюга, который доносится на всех конференциях, на всех публикациях, что сера нам нужна, у нас недостаток серы, вот у нас история вот такая. И это всё разные поля. То есть это не на одном поле мы застопорились и остановились. Нет, вот картинка у нас такая. Почему мы вносим кассу? Вы видели, что здесь есть и селитра у нас была в опытах, и касс. Всё наше хозяйство перешло от селитры в пользу кассы. Мы перестроили полностью все технологии под касс. Нам это удобно. С точки зрения организационной нам это удобно экономически, потому что касс в последнее время выигрывает у селитры по экономике. Ну и, соответственно, мы, прежде чем перейти, проверили историю, есть ли какое-то негативное, допустим, влияние у касса относительно селитры. И мы убедились, что на тех культурах, которые мы выращиваем, это никаким образом не сказывается негативно, если мы говорим про почвенное внесение азота. Вот этот опыт, если мы говорим про касс, говорит несколько о другом. Когда мы говорим про касс и про почвенное внесение азота, мы видим, что касс молодец и прекрасно вписался в нашу историю с культурами, в нашу технологию. Теперь стал вопрос, как кормить по листу. Мы, неоднократно проведя опыты, убедились в том, что в данном случае по листу необходима история не с кассом, а с карбамидом. И именно в компании с сульфатом магния. В красном здесь подсвечены варианты, которые дали существенную прибавку именно сочетание карбамид плюс сульфатом магния. В контроле не проводилась подкормка по листу. Подкормка была двукратная, по 10 кг карбамида и 2 кг сульфатом магния было в каждую обработку сделано. Как видите, из 5 сортов 4 отреагировали с существенной прибавкой урожайности. И это прям существенный аргумент. И вот это сочетание карбамида и сульфатом магния для сои оказалось идеальным вариантом. Хотя мы видим, например, что на пшенице, когда мы подроводили подкормку с целью повышения урожайности и качества, мы видели, что там они равноценны. Что касс с сульфатом магния, что карбамид с сульфатом магния. Для сои больше подошёл карбамид. И это мелкоделяночный опыт со повторностями, с 5 сортами. Вообще, честно говоря, когда мы закладываем на разных сортах опыты, в половине случаев сорта идут в одну сторону результат, в половине случаев в другую. Когда 4 из 5 риднулись в одном направлении, это большая редкость. Это говорит, что действительно этот агроприём существенно отличается от своих соседей по таблице. Дарья Владимировна, можно ли сразу уточнить по предыдущему опыту? Здесь, значит, вы что вносили перед посевом? И как ещё кормили? Вот на контроле какая была схема? Значит, на контроле схема была такая. Мы в предпосевную обработку... Давайте так, начнём с осени. Под основную обработку, под вспашку мы вносим, как правило, 2 центнера НПК. Как правило, это диамофозка. Ну, может быть, там 8-20-30. Ну, в общем, такого плана удобрения. Весной, под предпосевную культивацию, у нас идёт стартовая доза азота, и мы вносим её всю сразу. Мы не инокулируем семена. Сейчас объясню, почему. Это семеноводческая история больше, да, но семена мы, как правило, не инокулируем, если это не прописано технологической картой нашего заказчика. Вносится у нас... В этом году у нас вносится... По разным годам у нас было то 100 килограмм, мы вносили касса, либо селитры. Потом доза азота росла. Вот в этом году у нас будет 300 килограмм касса под предпосевную культивацию. И вот уже сверху происходит история с карбовидом и сульфатом магния. У нас был опыт производственный, когда мы сравнивали несколько препаратов, комбинированных по микроэлементам. И это были топовые препараты, которые есть на рынке по микроудобрениям, которые наиболее часто применяемы. Ещё в те жирные годы, когда мы могли много чего попробовать вылить по листу. И когда с ними вышел, как конкурент, карбамид с сульфатом магния, и мы увидели только на этом варианте существенный скачок по урожайности и по белку, мы для себя остановились, что вот эту комбинацию мы не используем. Другие микроудобрения, да, они приносили какую-то небольшую прибавку, но вот этот вариант приносил прям существенный скачок. В какую фазу вы работаете карбамидом и сульфатом магния? Фаза – это начало бутонизации и середина, начало бутонизации цветения. Две обработки проводятся там где-то порядка, наверное, полторы недели, может быть, две между ними разница. Где-то вот так это происходит. А какую дозу вы даёте? Здесь просто в топливе нет. А, 10 карбамидов и 2 килограмма сульфатом магния в каждую обработку. Ну, естественно, карбамид растворённый в воде. Это всё в растворе воды. Дальше мы рассматривали варианты по поводу микроудобрений, как можно было бы ещё использовать, найти какое-то приложение с точки зрения поднятия урожайности на соя. И один из агроприёмов говорит о том, что можно некоторые микроэлементы использовать при нанесении их на семена. Так как у нас протравочная история есть на заводе, и наше оборудование позволяет нанести на сою послойно препараты, будь то фунгицид, будь то инокулянт, будь то микроудобрения. Нет никакой проблемы, с которой многие сталкиваются, когда что-то не смешивается друг с другом. Мы можем наносить это всё дело послойно. Соответственно, мы для себя хотели бы понять, что нам могло бы повысить вырожайность сои, если мы внесём на семена. И вот в тот же год, когда мы вот эту всю линейку с пятью сортами закладывали, мы заложили варианты с различными препаратами, стимуляторами, в том числе те, которые содержали различные микроэлементы, увидели, что препарат с кобальтом и молибденом, в данном случае райкат, показал себя очень интересно. И тоже на четырёх из пяти сортов. На самом деле Асука в тот год сильно отличилась по всем опытам. Вот такой сорт, который шёл против всех в обратную сторону, и у него это отлично получалось. Вот. И кобальт-молибден, да, действительно сыграл. И вы видите, что прибавка там в 14-13%, но это прям очень хорошо. Да, конечно, на белок это никак не повлияло, но мы понимаем, что чего мы хотим от внесения микроудобрения именно на семена чудес, собственно говоря, не бывает. Что касается вообще технологии защиты ПАСОИ. Здесь мы видим вообще активную историю, которую на наших глазах отстраивает байер на своих опытах. Мы параллельно закладываем опыты с их конкурентами, в том числе и с компаниями с дженериками, чтобы понять, как в нынешней ситуации вообще на что переходить, в случае, если не будет привычного нам какого-то оригинала, и к чему надо быть готовым в случае, если действительно всё стопроцентно придётся перейти. Мало того, у нас в регионе... Ну, давай, да, сейчас мы к этому подойдём. Значит, у нас получается, что была дискуссия, имеет ли место почвенник в нашем регионе, или всё-таки у нас достаточно сухо. Вы видели, что в мае там очень мало осадков, да, среднестатистически. Но, как показывает многолетняя история с почвенниками, каждый год эта обработка была эффективна, но это не значит, что она 100% могла удержать полностью всю защиту только на почвеннике. Да, были поля, на которых было достаточно и почвенника, были поля, где надо было поработать и другими гербицидами, чтобы с конкретными проблемами побороться. Но сам почвенник, при правильной технологии его использования, да, он абсолютно реальный игрок в технологии выращивания сои. Значит, работа по вегетации абсолютно привязана к тому объекту, с которым мы боремся. «Марь» – это одна песня, «Падалица-подсолнечник» – это другая песня. И у нас два года закладывался большой опыт по «Падалице-подсолнечнику». У нас есть площадка «Полигон», на которой мы тестируем гибриды подсолнечника, 60 гибридов ежегодно. Мы отслеживаем четырёх технологий. «Евролайтинг», «Евролайтинг плюс», «Классика» и «Экспресс». И, соответственно, именно после этих делянок, поперёк них, мы посеяли сою и начали смотреть, как гербициды разной схемы защиты будут работать на нём. Это, конечно, экстремальные условия, и все понимают, что сою нельзя сеять по подсолнечнику. Но нам очень хотелось яркой демонстрации, как какой препарат будет бодаться с этой проблемой. И, по сути дела, мы понимаем, что стопроцентно победить подсолнечник в нашем опыте нам не удалось. И здесь может быть только один выход – это история с фотосепаратором. Именно поэтому у нас существует параллельно два севооборота в хозяйстве. У нас есть соевый севооборот и подсолнечниковый севооборот. Мы стараемся вообще, ну не просто стараемся, мы всё делаем для того, чтобы у нас не попадали вообще поля соевые на подсолнечник. Но мы неоднократно наблюдали, когда там стоят выскочки этого подсолнечника на поле, где вообще за память наших сторожилов подсолнка не было. То есть это не значит, что если ты не выращивал, ты абсолютно в безопасности. Нет, это значит, что просто меньше потребуется тебе сил с этим побороться, но всё равно должна рука на пульсе находиться здесь. Поэтому в случае с падальцей подсолнечника, да, химия имеет место и ключевую роль играет, но в ноль вывести её очень сложно, эту проблему. Поэтому здесь только мы доигрываем историю с фотосепаратором. С точки зрения болезней мы не видим серьёзного фона по болезням. Скажем так, бывают года, когда, например, позапрошлый год, когда наш регион убирал сою в ужасных условиях, когда лилия дождей был серьёзный перестой, и соя была серьёзно повреждена, в том числе фузырёзом, в том числе различными грибными заболеваниями. И ты не мог с этим поработать в поле. Это уже тот факт, который попал в бункер. Это не прокол защиты. Это уже та реальность, с которой надо бороться на заводе. Статистика, которую мы видим по последним годам, показывает, что вот прям, чтобы фунгицид у нас какую-то дал прибавку, но такого, как правило, не было. Но что мы увидели в этом году? У нас в этом году в регионе по трём культурам – рапс, соя и подсолнечник – впервые серьёзной проблемой стала склеротиния. И это, конечно, так как историю со склеротинией мы имеем возможность отследить по сортам, мы понимаем, что это очень сильно зависит от сорта или гибрида, если мы говорим про рапс и подсолнечник. Но это звоночек о том, чтобы задуматься конкретно о борьбе с этим конкретно заболеванием. Конечно, статистику мы будем смотреть, как в следующих годах будет эта история развиваться. Но если в сои склеротиния легко отбивается на заводе на семенон, то, например, в случае подсолнечника – это история непобедимая в случае, если он попадает туда. Ну и вот возвращаясь к вопросу, когда попало в бункер, очень много больного материала. У нас был прекрасный опыт, когда все хватаются за голову, что есть проблема в поле. Для нас это прекрасный момент – отсмотреть, как вообще бороться с проблемой. Вот сейчас перед вами шесть сортов сои, которые разных сроков созревания. И так случилось, что у нас на опытах она попала, да и в хозяйстве, она попала под первые заморозки, которые у нас случились в сентябре месяце. И сорта, которые были более поздних сроков созревания, они были повреждены. И, как вы видите, например, очень много фузариоза на поздних сортах оказалось. Это были тёмные зёрна, которые легли нам на склад, мы их посушили и положили на склад. И дальше встал вопрос, что мы можем сделать, когда уже понимаем, что семенной материал попал в склад с достаточно серьёзными проблемами по заболеваниям. И вот здесь мы заложили опыт, который нам помог ответить на следующий вопрос. Дилемма. Что делать? Либо сразу осенью начинать эту сою подрабатывать и протравливать. Может ли фунгицид в данном случае помочь сои вытянуть схожесть? Потому что всхожесть, мы знаем, что соя достаточно тугая по всходам. Она долго всходит у неё в эти проценты всхожих. Это не 98%, а 99% как на пшенице и ячмене. Она очень тяжело и долго проходит первые этапы. И, собственно, в защите возникают все проблемы. Надо удержать в чистоте время, когда соя наконец-то сможет конкурировать с сорняками в поле. И вот в данном случае мы хотели понять, в какой момент нам нужно протравить сою, чтобы помочь избавиться от инфекционного фона, чтобы не упала всхожесть. И мы что сделали? Мы взяли исходный материал и каждый месяц ставили на всхожесть. Сначала оставили какую-то часть непротравленной каждый месяц, вы сеяли её на всхожесть, часть материала мы в январе протравили, часть протравили в апреле. И вот здесь вы видите столбики, самый левый столбик, он говорит о том, как вела себя непротравленная соя. И дальше, как менялась схожесть в зависимости от того, когда, в какой момент её протравили. Здесь очень хорошо видно, что элемент протравливания никаким образом на параметры всхожести не влияет, если мы говорим вообще в целом по всем сортам, которые мы исследовали. То есть, если хозяйству удобно травить, протравливать семена осенью или зимой, протравителем, который, в общем-то, может длительное время находиться, нет рекомендации сделать это перед посевом, скажем так, то прекрасно эти семена стоят, и схожесть не падает. То же самое, кому удобно травить прямо перед посевом, не проблема. И не ухудшится ситуация, если всю зиму эти семена будут, семенной материал лежат непротравленный. Поэтому для нас, как люди, которые до 8 тысяч тонн семян сои за сезон могут сделать, очень важно понять, можем ли мы оптимизировать этот процесс и сделать его удобным для нас, протравить и поставить, или что-то травить прямо перед посевом. И дальше мы отследили историю, как мы можем вытянуть всхожесть на вот таких проблемных, на таком проблемном семенном материале. Вот мы стартовали от вороха, всхожесть которого была 81%. Это вот как раз был ворох с большим количеством фуззрёзных зёрен. Мы подработали этот ворох, это следующая точка, на машине с ситами, и убрали мастичную примесь, убрали какие-то там мелкие, в общем, убрали вот всё, что непригодно именно по размеру. И мы видим, что всхожесть, в общем-то, практически осталась на месте. И дальше мы разложили это на две части. Часть после сепаратора протравили фунгицидным протравителем, а часть отправили на фотосепаратор, чтобы отбить тёмные зёрна. И мы увидели, что после сепарационной, после сит, материал сои протравленный остался с той же всхожестью. То есть фунгицид не может подтянуть всхожесть. Там уже либо живые, либо мёртвые. А реанимировать тех, которые в полуобмороке, фунгицид, ну, не в состоянии, это не его задача. Поэтому фотосепаратор, отбив тёмные зёрна по цвету, соответственно, больные зёрна, он дотянул эту сою до кондиции ГОСТа, даже выше кондиции ГОСТа. И после этого, когда мы его протравили, там была абсолютно идеальная картинка. И о чём это говорит? Это говорит о том, что вытянуть сою только протравливанием, прекрасным препаратом, который действительно хорошо работает, это не тот параметр, с которым можно бороться таким методом. Одна семенная линия САПСАН может работать с несколькими культурами, показывая стабильно высокий результат. Например, соя, которая засорена на 31%. Сырьё подаётся в воздушно-решётный сепаратор для первичной очистки. Мы убираем семена подсолнечника, сорные и зерновые примеси, половинки и колотые семена, а также лёгкие, мелкие фракции и пыль. Следующий этап – пневмостол, который сортирует семена по удельному весу. Зерно транспортируется между оборудованием через тихоходную норью, которая не травмирует зерно. Финишный этап – фотосепаратор, который сортируют по цвету и форме. В итоге мы получили зерно с частотой 99,99%. Вообще, по сои мы огромное количество на заводе проверяем различных вариантов. И очень много существует... Во-первых, сейчас у нас появилось очень много инструментов, в том числе и на заводе. У нас появилась возможность оценивать травмируемость сои, как она влияет на всхожесть, как травмируют различные этапы подработки семян, как травмируют оборудование. У нас есть мячик специальный с датчиком, который наши инженеры запускали по этапам подработки сои на заводе. И он рисует график в телефоне, который показывает силу удара на определённых участках. И именно в этих участках специально меняли либо угол падения, либо тормоза ставили. То есть что-то делали, что-то изменяли, так, чтобы травму снизить к минимуму. Потому что действительно соя очень-очень к этим вопросам чувствительна. Ну, в общем-то, вот в целом я пересказала, краткий пересказ всех наших... Ну, не всех, а части наших опытов, которые касались сои. В принципе, у нас мы в телеге это всё дело выкладываем и активно общаемся там. Если говорить по поводу экономики выращивания сои, да, мы её слегка коснулись в самом начале. Сейчас у нас в регионе сложилась такая ситуация, что низкобелковую сою – это порядка 34-35% белка по СВ, абсолютно сухому веществу. У нас их покупают животноводы различные. И она идёт у нас где-то 34,5-36%. Ну, где-то вот так вот цена этой сои. Если мы говорим про белок, от которого отталкиваются для серьёзного повышения цены, то это белок 39%. От него цена действительно существенно подрастает. И есть смысл побороться за высокобелковую сою. У нас хозяйство семеноводческое. У нас как таковых товарных посевов сои очень мало. Наша технология настроена именно на историю с получением качественных семян. Поэтому у нас есть свои нюансы. Вот я сказала про инокуляцию. Почему мы не инокулируем? У нас, так как возникает очень частая ситуация, когда мы сеем сою в момент, когда почва ещё холодная, но ещё влажная, не дожидаясь момента, когда оно прогреется и станет сухой, исходя из этих входных параметров, мы понимаем, что фунгицид в таких условиях, да, он должен быть, потому что соя лежает длительное время в прохладной земле. Но инокулянту в таких случаях приходится очень туго. Инокуляция происходит с задержкой, ей тоже нужно, бактериям тоже нужно тепло и влага. Она точно так же. Простите, пожалуйста, я боюсь, что сейчас нас зум разъединит. Мы можем переключиться? У нас видео сконвертируется, я вам напишу, хорошо? И мы продолжим. Хорошо. Спасибо вам большое. Я уже закругляюсь. Нет, у меня ещё есть вопросы. Ладно. В связи с тем, что инокуляция часто очень эффективна именно в ситуации, когда существует два года соя по сою подряд, и здесь можно максимум выжать из этого прекрасного агроприёма, у нас это невозможно, потому что семиноводство подразумевает отсутствие монокультуры какой-либо, потому что невозможность выращивать, ну, скажем так, мы боимся подсорить семена другим сортом. Поэтому у нас соя мигрирует с поля на поле каждый год, и, соответственно, этот агроприём в полной мере, он у нас не показывает ту эффективность, как у тех, кто реально может себе позволить такое удовольствие получать сою по сою с прекрасной урожайностью белком именно на инокуляции. Поэтому мы перешли на историю с азотом и с полноценным питанием именно через азот. Хотя мы в опытах инокулянты проверяли и смотрели различные варианты сравнения инокулянта, там, смеси с фунгицидом, по раздельности, как их надо вносить. То есть вот эту всю историю, всю эту балайку мы через себя пропустили, но не использовали. Вы как семенной завод продаёте своим клиентам семена, обработанные чем-то, инокулированные или нет? Значит, какова наша логика в данном случае? Она, собственно, единая как с зерновыми культурами, так и мы можем продавать клиентам как чистые семена без протравки, так и семена с фунгицидом, так и семена фунгицид плюс инсектицид. Фунгицид, инсектицид мы выбираем тоже через опыты, потому что сколько бы лет мы ни ставили опыты, каждый год появляется какая-то причина пересмотреть решение в связи с появлением какой-то новой проблемы. И если, допустим, в нашей зоне не было какой-то серьёзной проблемы, например, с ростковой мухой, вот сейчас она появилась, и есть люди, которые знают, что в их регионе есть такая проблема, мы понимаем, что должен быть инсектицид, инсектицид должен быть такой-то. Мы стараемся выбрать ту комбинацию препаратов, чтобы это было дёшево сердето, то есть решало максимальное количество проблем, но при этом с минимальными какими-то затратами и предложить клиенту. Но у нас бывает такая ситуация, что к нам наши клиенты приезжают и говорят, мы хотим, чтобы вы протравили нашим, нанесли наши препараты, и тогда вот этот вот бульон наносится, тоже благозавод позволяет любые комбинации отработать, то есть вот эту всю историю мы можем прокрутить абсолютно безболезненно для семян. Однако я хочу тут предостеречь многих, вот от какого момента у нас был очень красивый опыт, который касался инокуляции, который напрямую повлиял на текущий семян. Есть такой параметр текущий семян, когда мы используем тот или иной препарат, а в случае инокулянтов добавляются полисахариды для того, чтобы было какое-то питание для бактерий. И вот эти полисахариды, есть инокулянты, в которых эти полисахариды придают семенам такую небольшую склеиваемость, что ли. И когда мы закладывали этот большой опыт с инокулянтами, когда на каждый вариант мы должны были в сейлку засыпать 100 килограмм семян, и остатки, они должны были в большей части уйти, мы остатки ссыпали обратно в мешки, мы видим, что на одном варианте там практически стопроцентно используется семян, а другой вариант приезжает с сейлкой, и там высыпается треть обратно. То есть вот даже выбор инокулянта, это настолько история, которая за собой тянет всю технологическую цепочку, которая уже вот в поле произошла. И мы часто эти вещи не на опытах можем уже как факт в конце большого участка отследить. А здесь мы это увидели, для себя учли. И сейчас уже я вижу, что на рынке появляются препараты, которые работают именно с текучестью семян. И это вот очень такой момент, на который стоит обратить внимание, тем более, когда хозяйство само протравливает, вот просто насколько выдерживается та норма, которую вы хотите сделать этими семенами. Дарья Владимировна, спасибо вам большое за это интервью. Оно вышло очень длинным. Я думаю, что вас сильно утомило, наверное, но это очень интересно, потому что не каждый сельхозпроизводитель может себе позволить такие опыты проводить, которые есть у вас. И я надеюсь, что они будут очень интересны и полезны тем, кто нас слушает. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...